Запорожские громады получат средства на развитие спортивной инфраструктуры. Экспертная комиссия рассматривала инвест-проекты. На заседании комиссии по оценке и отбору инвестиционных проектов, финансируемых частично за счет Государственного фонда регионального развития, рассматривали проекты, которые будут реализованы в этом 2017 году и планировали инвестиции на 2018. Всего на конкурсный отбор подано 116 проектов с объемом финансирования из фонда регионального развития почти на полмиллиарда, на 426,5 миллионов гривен. На онлайн-платформе Минрегиона Украины зарегистрировано 112 проектов на сумму 415 миллионов. Из этих 112 только 87 на сумму 240,5 миллионов соответствуют всем критериям и условиям отбора. Загальное видение облдержадминистрации, если смотреть из 17 спортивных объектов, то мы говорим, господа, управление спорта, департамент спорта отработало позицию, выдало предложение по 17 объектам и по их рейтингу они предлагают их вот так. И первый, как они написали по номерам, так они считают, что это самое важное с их точки зрения. И они дают это предложение на комиссию. Поскольку Минрегион еще не показал ожидаемый индикативный объем средств Госфонда регионального развития на следующий, комиссия приняла решение отобрать для реализации в 2018 году все 112 проектов. Голосовали единогласно. Минрегионная позиция такая, что это должны быть дополнительные проекты, новые проекты. Те переходные мы уже финансируем по три года, мы их завершим. Что касается реализации проектов в этом году, то было принято решение рассмотреть и поддержать 6 проектов в сфере спортивной инфраструктуры на сумму более 18 миллионов гривен. А именно, за счет фонда развития, выделить Мелитопольской общине без малого 11 миллионов на реконструкцию трибуны стадиона. По Логовской громаде чуть менее 3 миллионов на реконструкцию футбольного поля местного стадиона. В Веселовской объединенной территориальной громаде 1 миллион 150 тысяч гривен на устройство двух спортивных площадок с синтетическим покрытием. Громаде Бердянска должны закупить машину по уходу за искусственной травой для стадиона. Средства фонда 1,5 миллиона гривен. В Черниговской объединенной территориальной громаде дадут возможность построить спортивную площадку с искусственной травой за счет госфонда регионального развития 1 миллион гривен. Времени для реализации проектов остается не так много. И есть опасения, что осваивать средства проектанты начнут ближе к осени. А такую практику следует исправлять. В целом, все согласились с тем, что развитие спортивной инфраструктуры запорожских громад – это инвестиции и в здоровье граждан, и поддержка экономики территорий.